На нашем круглом столе по проведенным соревнованиям, диалогам. Ну, смотрите, у нас какого-то строгого жесткого регламента нет, но я предлагаю следующий порядок. Значит, я знаю, что хотели бы выступить минимум три человека. Это Наталья Лукашевич, Александр Панченко и Иван Бондаренко. Я предлагаю дать докладчикам вот такой последовательности время. Ну, опять, тут какого-то строгого, я думаю, ограничения нет, сколько получится. Задаем вопросы докладчику, да, и переходим к следующему. Ну, а потом в свободном порядке, в каком-то свободном таком режиме давайте обменяемся мнениями. Может быть, кто-то потом захочет еще выступить. Наталья Валентиновна, да, я вас прошу начинать. У меня не был включен звук. Вот я сделала, встал небольшой экран. Добрый вечер. Да, сейчас слышно, видно. Да, и большой экран, да? Ну вот, я участвовала в организации двух тестирований, да, одно связано с анализом аргументации, а второе с извлечением вложенных именованных сущностей. И вот как раз у меня некое такое наблюдение больше именно с именованными сущностями связано. И вот что я хотела сказать, что на текущий момент мы видим, конечно, как много обсуждается и действительно какой громадный прогресс есть в применении нейронных сетей, трансформеров. Ну и мы можем записать, да, что, сейчас секундочку, что трансформеры, перед ними мы можем перечислить вот такие подходы. Сначала мы начинали, да, с, что сейчас называется, инженерных подходов, словарей и правил. Затем вот, сейчас это называется классическое машинное обучение, наивный базовский классификатор, метаопорных векторов, вот все вот это. Дальше, да, вот у нас получается нейронные, теперь уже тоже классические нейронные сети в НЛП и трансформеры. Вот, и получается, что, да, конечно же, есть множество новых задач, которые позволили нам решать вот эти новые архитектуры. Ну вот, любопытно, что, мне кажется, вклад новых архитектур в традиционные задачи, он, в общем-то, отличается, естественно, от задач. Эх задач я просто хотела вот поделиться некоторыми наблюдениями. Ну вот, классические задачи какие у нас? Извлечение именованных сущностей, которые, ну вот уже, да, там, сколько, с девяносто, там, не знаю, восемьдесят девятого года, может быть, ставятся задачи. Очень там. Извлечение отношений, тематическая классификация, классификация по тональности и, вот, например, предсказание гиперонима. Вот, что показало тестирование, вот это, по вложенным именованным сущностям, оно показало то, что, ну, это просто картинка, да, с тестированием. У нас были вложены именованные сущности и фьюшот задачи, когда вот мы специально ограничивали количество, вот, для трех сущностей ограничивали количество обучающих данных. Собственно, что получилось, что первые выигравшие, первая выигравшая команда, она делала на правилах. То есть они за, вот, время тестирования, ну, итеративно улучшая, подбирая, то есть люди, которые действительно имеют, имеют, ну, как бы, язык и поддержку, да, на работы с словарями и правилами, итеративно улучшая свои правила, они получили лучшие результаты. Вот, и я к чему все это? К тому, что, на самом деле, получается, что особенность задачи извлечения именованных сущностей заключается в том, что, действительно, эта задача вполне себе конкурентно способна, решается и правилами. Мы не видим этого в обсуждении, в научных статьях, конференциях, везде летят нейронные сети, но здесь получается, что практика, она расходится с некоторым научным исследованием, в том смысле, что вот если кому-то, да, практически нужно, то вот для решения задачи извлечения именованных сущностей вполне себе правила с некоторой итеративной доводкой, да, они вполне себе конкурентны. Здесь можно сказать, что у нас в тестировании было не так много участников, что, может быть, кто-то бы пришел, какой-нибудь мировой лидер, который, может быть, накрутил какую-то сложную сеть, да, и обогнал вот эти вот правила. Но, тем не менее, мы понимаем, что сложная сеть – это сложный расчет, архитектура, и, в общем-то, все может быть достаточно как-то ломко, непереносимо. Вот, а тут вот в этой задаче оказывается, что вполне себе правила, самый старый подход, они вполне себе конкурентны. И мне кажется, что, да, вот эти тестирования, они привлекают, может быть, тех людей, которые, ну, не участвуют в суперконференциях и так далее, а вот делают как бы свою работу, они вот могут показать, что, ну, еще надо потягаться вот в этой задаче с правилами, когда люди профессионально используют правила. То же самое наблюдение было выявлено вот в эксперименте, который проводила Дарья Суслова. Это вот статья из Хабра, по-моему, в прошлом году была опубликована, когда они на вот таких текстах, она работала в «Дни восход», по-моему, в тот момент, и они организовали типа конкурса такого среди многих компаний, когда нужно было извлекать именованные сущности в письмах к президенту или к каким-то органам власти. Вот, у них получилось то же самое, на самом деле, что вот такая же картинка, что плюс у них не было еще обучающих данных, вот, что вот на верхнем, верхнем углу находятся, собственно, подходы на правилах, то есть выиграли, собственно, организации, которые. Вот, то есть я к чему, к тому, что получается, что вот такая задача, она вполне, правила вполне себе конкурентно способны. Если брать извлечение отношений, я думаю, вот ни разу не виделось в последнее время, чтобы правилами как-то конкурентно можно было сразиться с современным подходом, потому что там, видимо, нужно вот это кодирование, там контекст очень длинный, и нужно кодировать как-то контекст, и вот с правилами, получается, мне кажется, другое. Здесь, в смысле, с извлечением именованных сущностей, значит, когда все-таки именованная сущность, она так локально расположена, да, и, в общем, правилами можно это описать. С отношениями не так, то есть там уже нужно вот эти вот архитектуры, все нужно. Ну, вот такое, да, различие. Также вот интересное различие между тематической классификацией и анализом тональности. Вот здесь я, большая табличка, извиняюсь, не стала ее вырезать, здесь, ну, такой симпатичный обзор 2021 года по, значит, разных методов тематической классификации на классических наборах данных, и здесь вот показаны вот эти 20 ньюс-групп, ICM, рейтерс, то есть это тематическая классификация. Здесь какие-то есть экзотические методы, но вот можно видеть, что TF-IDF вполне себе практически везде обыгрывает Берт, и мне кажется, что вот есть некая серия таких вот обзоров, когда аккуратно сравнивают, то вполне себе вот в тематической классификации, видимо, вот эти слова вполне себе бесконтекстно несут уже свою вот эту тематическую информацию и вполне себе конкурируют с вот этими современными там подходами. С тональностью совершенно не так, и тональность как раз она очень контекстная, и там как раз никакие правила, никакие вот эти вот классические методы информационного поиска, они при наличии, конечно, обучающей коллекции, они уже сравниться не могут. То есть получается, что вот для практики вот в этих тестированиях нужно очень обращать внимание на то, что, то есть, как бы и рассказывать людям, что для практики может оказаться, что совершенно необязательно впрыгивать в какой-то сложной нейронной архитектуры, если владеешь тем, какой спектр методов может подходить для той или иной задачи. И последнее, то есть получается, вот мне кажется, что именованные сущности правила могут примениться вполне себе конкурентно, в извлечении отношений нет. В тематической классификации такие простые подходы на информационном поиске могут примениться, к анализу тональности не могут все вот эти контекстные архитектуры лучше, трансформеры. Ну и вот еще такая задача, как пополнение каких-то таксономий, антологий, опять же, много обсуждается применением вот опять же контекстных трансформеров. Ну, возможно, что тут тоже задача очень такая бесконтекстная, которая в целом должна оценить разные контексты и предсказать какое-то место в классификации. Возможно, что там тоже окажется, что статические модели вполне себе конкурентны с более современными. Вот, и я к тому, что, в общем-то, действительно, тестирование позволяет вот такие обзоры аккуратно, они позволяют нам узнать и владеть для каждой задачи, в общем-то, спектром. И, мне кажется, это важно понимать, что можно в разных случаях использовать. Ну, вот, собственно, все, что я хотела сказать по поводу. Ну, просто это для многих людей может оказаться, да, неожиданным, что вот человек берет, правилами делает и вполне себе выигрывает, тестирует. Да, спасибо. Спасибо, Наталья Валентиновна. Есть ли вопросы? Также можно руки поднимать, руку поднимать, можно в чате писать, можно голосом, наверное, говорить. Спасибо. Да-да, можно просто голосом говорить. Идем дальше. Наташа, можно я спрошу? Да-да. Я просто… Мы не сговорились точности, про что мы сегодня будем говорить, но, конечно, соревнования только что прошли, наверное, какой-то есть непосредственный эффект, кому-то захочется обсудить. Но есть как бы и следующий год, про который как раз уместно было бы подумать. Я хотел у тебя спросить, вот, не кажется ли тебе, что можно было вернуться к сентименту на каком-то новом уровне и пробовать что-то на следующем диалоге, что-то организовать по этой области? Ты как-то его не упоминала в своем обзоре фактически? Ну, вот, что ты думаешь? Нет, я как раз сказала, что с тональностью все-таки, да, никакими старыми методами мы не справляемся. Да, Наташ, но ведь на самом деле есть некоторая западня, состоящая в том, что под новые методы отчасти и датасеты создаются, и все остальное. Но вот ты сама говоришь, что та же самая мер задачи… Ну, и я, кстати, ты упомянул о факте экстрактинга, что здесь точно выигрывают на счет трансформе и прочее. Это не совсем так, потому что в практике, в индустриальной практике оказывается, что сплошь и рядом для задач факта экстрактинга правило особенно хорошо работает, особенно когда есть как бы динамика клиентов и все остальное. Много есть задач, в которых может оказаться, что при несколько отличной постановке задачи, от тех, которые есть. И окажется, что и какие-то более гибридные методы или отчасти старые… Да, я просто сказала, что, может быть, для подключения отношений и фактов, что вот в таких открытых тестированиях вот так не встречалось, чтобы вот соревнования в конкретных условиях впереди… Ну, по крайней мере, я не видела. Ну, на самом деле, я хочу сказать, что вот, что мне понравилось, как бы, в том, что ты рассказала, это то, что есть некоторое разделение, что интересно академическому сообществу, что это в индустрии. Это совсем не одно и то же, как мы с тобой знаем, да? И понятно, что реальные соревнования, как бы, датасеты, золотые стандарты, которые там, так сказать, возникают, так сказать, все остальное, это все очень хорошо, но вот было бы интересно все-таки проводить такие соревнования, где могли бы участвовать и те, кто в академической жизни не участвует действительно. Но тогда должны быть такие условия, которые делают у них участие возможным. Это все-таки вот тоже, как бы, открытые данные. Интересно, какие-то условия, чтобы вот не академия подтянулась участвовать? Ну, когда-то бы это было, может быть, к этому можно как-то сказать что-то придумать. Что там должно быть такое? Если вы позволите, я буквально прокомментирую пару слов. Вот насчет того, чтобы можно было... Мне кажется, тут даже вопрос не в том, чтобы не академия участвовала, а чтобы постановки задачи были максимально приближены к тому, что на практике встречается в промышленной эксплуатации систем машинного обучения, систем компьютерной лингвистики. Как правило, тут два аспекта есть. Во-первых, в соревнованиях, когда у нас есть трейн-сет, есть тест-сет, и при этом лидерборд открыт, мы туда субмитим, всегда есть риск оверфитинга, переобучения под тестовую выборку. Соответственно, на том же Кегле, на ряде других платформ, уже практикуют несколько лет как kernel-based подход, когда участники не ответы системы отдают, а саму систему в виде, допустим, микросервиса, в виде докера, и она уже на стороне организаторов соревнования подвергается эксперименту, подвергается тестированию. Это, на мой взгляд, позволяет в некотором роде повысить объективность оценки. Но самое главное, на мой взгляд, это то, что в реальной жизни, многие со мной согласятся, когда мы обучаем модель, мы ее потом тестируем, берем нашу доступную обучающую выборку, разбиваем ее каким-то образом на трейн-тест, получаем классные результаты, выкатываем ее в продакшн, и смотрим, что она работает не очень хорошо, и непредсказуемо работает, непредсказуемо может деградировать качество и так далее. Вопрос, почему? На мой взгляд, прежде всего потому, что в реальной жизни проблема сдвига данных в машинном обучении стоит достаточно остро. Реальные тестовые данные зачастую не из той же самой генеральной совокупности, с которой обучающая выборка идет. И вот этот аспект устойчивости модели к сдвигу данных очень интересно было бы моделировать и в соревновательной постановке. Я чуть более подробно разверну, что я имею в виду, что должна, с моей точки зрения, уметь делать модель, чтобы быть устойчивой к сдвигу данных. Как говорил Сократ в свое время, я знаю, что ничего не знаю. Он прослыл мудрым философом. В общем-то, когда мы говорим об умном человеке, мы понимаем, что умный человек, прежде всего, понимает границы своей компетентности. Так и хорошая модель машинного обучения должна не просто давать какие-то предсказания, давать результаты классификации, а понимать границы своей компетентности и уметь моделировать неконсорти, неопределенность. Когда данные принципиально другие, допустим, мы обучали на новостных текстах, а работаем с какими-то текстами социальных сетей, допустим, с нарушенными знаками пунктуации, еще с какими-то моментами, после некоторого прошествия времени, новая новостная повестка. Это все источники сдвига данных. Люди, не носители языка, может быть, пишут на русском, а, допустим, наши гости из других стран и тому подобное. Это все источники сдвига данных. И насколько модель может либо дать точное предсказание, либо понять, что она не может дать предсказание и отказаться от предсказания вообще, сигнализировав как оператору о том, что я не могу. Вот в такой постановке, мне кажется, соревнования были бы более практически приближены к реальной жизни. И, насколько я знаю, уже есть попытки такого рода. Тот же Яндекс совместно с Кембриджским университетом при НЕРИПСе прошлого года, НЕРИПС-2021, он проводил соревнования по сдвигу данных. Там три дорожки было. Прогноз погоды, беспилотник и машинный перевод. И вот, собственно, в качестве источников сдвига данных в машинном переводе как раз рассматривались. Ошибки орфографические, изменения пунктуации, изменения жанров и тому подобные вещи. И насколько модель машинного перевода может либо дать корректный перевод, либо понять, что все-таки она в данных условиях, на данных тестовой выборке работать не способна, и отказаться от перевода вообще. И там в такой постановке, когда мы пытаемся оценить качество, устойчивость модели к сдвигу данных, можно использовать специальные меры качества. То есть не просто, например, F1, а какой-нибудь F1 retention кривую, что-то в этом роде. То есть кривую удержания качества. Мы по некоторому параметру, например, по порогу вероятности или по каким-то другим параметрам, по которому мы можем оценить неопределенность модели, делаем отказ от распознавания 5% самых неопределенных результатов, 10%, 20%, 30% и так далее. Для оставшихся делаем прогноз и считаем F1, и получаем кривую, которая аналогично, чем-то похожа на рок-кривую, только в рок-аук мы делаем порог по вероятности, а здесь порог по неуверенности. И таким образом можно как-то оценить, насколько модель способна отказываться от распознавания, когда она не знает, и хорошо распознавать, когда она знает. Вот в такой постановке было бы очень интересно оценить модели. С моей точки зрения, например, это моя, в некотором роде субъективная точка зрения, я сейчас высказываю, не могу ее прям подкрепить экспериментами, но с моей точки зрения, например, системы основы на правилах, они достаточно точные, но они очень неустойчивы к сдвигу данных. Там сразу рекол, полнота резко падает. А модели машинного обучения, особенно на глубоких нейронных сетях, они лучше умеют экстраполировать некие зависимости, и, соответственно, лучше умеют играть на чужом поле, словно говоря, в ситуации, когда произошел некоторый сдвиг данных. Это, прежде всего, касается глубоких нейронных сетей как инструмента для построения иерархии обучаемых представлений. И вот как раз вот такого рода оценки, такого рода сравнения было бы очень, на мой взгляд, интересно и приближено к реальным проблемам в эксплуатации систем. Вот эти мысли я хотел высказать. Благодарю за внимание. Буду рад, если вы их покритикуете или дополните, возразите. Спасибо, Иван. Это понимает, что это и было ваше наступление. Мы так плавно... Да, да. Хорошо. Ну, я думаю, что не проблема, да. Ну, соответственно, есть ли у нас еще Наталья Валентиновна вопросы и к Ивану, потому что тогда сразу. Ну, да. Мне кажется, что идея оценки двигатарных, она, конечно, хорошая. Возможно, имеет смысл посвятить этому дорожку в следующем году. То есть, как машинный перевод, ну, соревнование, которое яндекс было в контексте машинного перевода сделано. Можно взять, наверное, какие-то другие задачи. тоже на них провести оценку. Также, действительно, большинство соревнований, оно предполагается на Кэгле, на диалоге, там, где-то, то, что нужно решить, как бы, все примеры. Однако можно и дать некую опцию reject option, что ли, да, системам и посмотреть, ну, какой точности может достигнуть система, есть один вариант. И это тоже может быть интересным элементом соревнования, да, то есть, системы, которые пытаются некоторым балансом этого приседания рекол сделать, но, при этом, у них есть опция, не классифицируйте все. остальное. С поводу того, что я сказала, Наталья Викторовна, есть класс задач, для которой контекстуализация векторного представления контекста очень важна, и на них трансформеры, модели, которые хорошо планируют, это большой контекст, хорошо работают, да, тут сентимент, мы проводили детоксификацию, соответственно, там трансформеры тоже очень хорошо отработали, даже не очень представляю, как, ну, то есть, были системы, основные на правилах, например, там, в контексте детоксификации удалить какое-то слово, добавить слово, но это поизнание достаточно слабо, вот, то есть, все, что касается генерирования текста, например, стонализации, может быть, переписывание текста-перевода, конечно, темы основные там, на классических методах, на классическом машинном обучении, на статистическом подходе к машинному переводу, ну, в общем, они не удерживают особенно конкуренции, на мой взгляд, то есть, других задачах, конечно, есть вполне, где локально, действительно, за счет того, что, за счет локального контекста можно хорошо очищать задачу там, все это работает. Себя, я, ну, хотел добавить еще, что, я участвовал тоже в проведении двух дорожек, в большей степени был увлечен в детоксификацию, и так же помогали мы с коллегами в проведении дорожки по аргументам. С точки зрения детоксификации мы столкнулись с следующими проблемами, то есть, метрики для этой задачи, подбор правильных метрик может быть более сложен, чем подбор правильных методов, то есть, действительно, правильно автоматически оценить качество сгенерированного текста, будь то просто summary или перевод и тем более текст с переменцем с ним это большая проблема. Мы пойдем в виде оценку, но, соответственно, корреляция между ручной оценкой и автоматической главы не очень высокая, то есть, выяснилось там, что была одна метрика, которая хорошо коррелировала, чарк трофонит, там и толка. Соответственно, есть также интересное наблюдение, связанное с дорогой кредитификацией, заключается в следующем. Многие участники провели большую работу по придуманию достаточно сложных методов фубристики, регенерировать дополнительные данные, тестирование различных моделей, однако модель, которая выиграла соревнования, она оказалась обычным трансформером на базе модели T5 с большим количеством весов, которая была аккуратно, скажем так, законтюнена, аккуратно обучена, с некоторыми дополнительными очистками данных и оказалось, что эта модель действительно хороша. И никому не удалось ее побить, более того, что внутри нашей группы мы тоже пытались ее улучшить и в общем-то это оказалось неприятной задачей. Возможно, это в связи от того, что сама задача была достаточно простой в каком-то смысле, то есть при сборе корпуса мы хотели сделать так, чтобы краудсорсеры могли получить хорошие согласовы. при этом нужно понимать, что модели генеративные на всяком случае, они достаточно хорошо работают и возможно при постановке задачи для дорожки имеет смысл дизайнить таким образом, чтобы мир сетевой модели для выжен трансформеров они точно не работали бы хорошо. То есть для них бы точно был бы какой-то очевидный челлендж решения этой проблемы. То есть если мы берем какую-то классификацию по относительно простым классам, по понятным, хорошо разделимым, или мы берем какую-то простую задачу генерации, или мы берем простую задачу тегирования, и у нас есть риск того, что лучшая система это будет некий трансформер, предобученный трансформер с некоторыми твиками. Хотим ли мы вкладывать большое количество усилий в проведение дорожки, чтобы получить именно такой научный результат, что как бы трансформеры хорошо тут тоже работают. Может быть нет, может быть как именно с академической точки зрения, мы хотим как-то усложнить дополнительную задачу для того, чтобы как раз показать, а вот здесь например могут правила хорошо сработать, или там ну в общем а здесь трансформеры из коробки не получается хорошо сработать. это вынуждает организаторов дополнительную работу произвести по самостоятельному созданию может какого-то бейзлайна тестирования действительно задача достаточно сложной, но кажется, что это имеет смысл, потому что однообразность именно например в нашей дорожке то есть выяснилось, что участвовало 20 команд из них 10 дошло до ручной оценки может даже больше 20 я точно сейчас не помню из них 5 выставок сегодня но при этом их работа достаточно похожа в прошлом году тоже была вот симплификация по-моему там тоже то же самое было что лучшие методы они оказались как близнецы брать из одной коробки и у нас не было задачи с одной стороны избежать этой ситуации но для интереса участников для какой-то научной новизны или просто научного какого-то челленджа я думаю что при организации при решении что делать вот факт того что обычные трансформеры с один фейса там решают данную задачу хорошо должен насторожить как минимум да в каких-то дорожках всем и вала тоже да мы со студентами участвовали и студенты придумывали какие-то гипотезы но в итоге как бы тестировали но оказывалось что лучшее решение это просто возможно весь и как бы к этому сводится большого количества но на самом деле есть версии задач постановки которые в которых это не так да и вот например был исходный сет ламбада на какой-то момент Марко Баронин предложил на тот момент развития модели тоже ни одна нейросеть хорошо его не решало и вот он убедился в этом и как раз был полезен несколько лет он использовался и пока не появились трансформеры которые могут запоминать еще больше продолжать уже продолжать эту ламбаду хорошо но он был как бы нервшим борт то есть наверное у меня такой посыл что давайте делать что-то сложнее это будет может быть то есть с одной стороны задача должно быть просто поучаствовать потому что во всяком случае в нашей дорожке немало клиентов это какие-то студенты аспиранты зачастую люди делают это в ограниченном бюджете времени то есть идея Ивана с Докером она абсолютно понятна она классна она так надо делать но просто она отсекает очень много клиентов то есть единственное мы это уголовное дело не то что они не осведомлены а просто потому что ну как бы моя оценка 50% а то и там 80-70 участников они просто не дают этапы качественного собрания и организатором сложнее мне кажется потому что тоже не не всегда могут оказаться возможности для но я как организатор тоже по дорожке душе сейчас участвую и вот коллеги решили сделать пойти по этой пути и у них более кастомная своя система самописная на виртуальных машинах это все выпускается и количество головной боли которые они с этим всем огребают оно я видел и внутри оно просто скажем так есть люди специальные которые в момент поведения они очень активно плотно поддерживают участников скажем так во всех множественных проблемах которые они возникают в связи с инфраструктурой поэтому идея как бы известна но она не бесплатна в реализации я с одной стороны соглашусь с этим что действительно реализация kernel-based в виде докеров она сложна и в том числе для организаторов но с другой стороны такое решение может решать ряд проблем которые вы тоже указывали как проблема что мы берем трансформер какой-нибудь авторегрессионную модель супертяжелую применяем сабмитим результат и получаем первое место в ситуации когда мы организуем kernel-based решение мы можем управлять организаторы могут управлять требованиями в том числе по быстродействию по объему памяти и тому подобных вещам и отсекать какие-то экстремальные случаи когда там гигантскую модель которая там один текст в минуту генерирует или какой-нибудь гигантский ансамбль берут роберты 100 штук и ансамблируют понятное дело что ансамблирование улучшает но это не продакшн решение в научном плане оно не интересно kernel-based организация позволяет отсекать такие экстремальные случаи и фокусировать внимание на каких-то более элегантных более новаторских решениях в том числе как мне кажется именно из-за того что мы можем управлять некими ограничениями не только по мере качества по F1 по Sari по еще чему-то смотреть а в том числе по тому насколько оно быстро выполняется в кернеле причем при прочих равных условиях не на машинах участников а на виртуальных машинах организаторов и в этом плане мне кажется это какой-то новый стимул новое дыхание соревнований может дать я согласен тут просто вопросы железа то есть есть методы которым не нужен ГПУ есть методы которым нужен ГПУ интересно что если мысленно переместиться где-то 2015 2014 ну нет даже раньше 10 лет назад то та же самая проблема была с методом опорных векторов мы проводили тестирование по анализу тональности и все было известно что в общем-то на тот момент времени метод опорных векторов он лучше всего классифицировал и в тональности и в тематике и там у нас было чуть ли не 9 вариантов заданий и каждый пытался придумать что-нибудь чтобы в результате обогнать метод опорных векторов это 2012 и 2013 скорее вот и все равно оказалось как раз любопытно что это проходит 10 лет и теперь у нас другой победитель и вы представляете было 9 там было 3 предметные области и было 3 постановки предсказать ну это отзывы были позитивные негативные то есть двухбальная шкала трехбальная пятибальная по тональности и везде в итоге выиграл метод опорных векторов один еще любопытная деталь что один победитель не откликался его долго разыскивали потом он года через два отыскался и можно было у него спросить что же какой же метод был лучше он сказал метод опорных и вот так вот одна моя такая сказочка а второй метод даже в большей степени да потому что там ну тогда была некоторая реверативность на уровне подбора признаков да теперь репрестэшн он как-то дает ответы и на этот вопрос получается что это действительно такой большой молоток которым можно вроде как забить все гвозди или нет но много гвоздей уже можно да еще у меня замечание что все-таки вот то что вы проводили пополнение таксономии оно тоже оказалось плохо поддающимся да то есть там ни одного решения не было на трансформерах хотя люди очень пытались и хотели вот все-таки все в двадцатом году проводили там оказалось вообще в таком явном виде не было в простом виде его нельзя было закодировать то есть там нету текстового контекста который был виден при обучении при обучении этих моделей соответственно ну и кодировщики эти так сильно неполезны оказались то есть наверное вот это один из критериев может быть какие-то задачи где контекст играет роль и которые очевидны то есть для человека может быть понятно а можно такой вопрос задать по поводу того соревнования я так там не поучаствовал но мне интересно а никто не пытался искусственно контексты генерировать для этих гипонимов то есть например поиском википедии в корпусе литературы ну смотрите там лучшее решение на тот момент времени двадцатом году там было использование на самом деле очень интенсивных поисковых машин когда человек задавал и он пытался искать кандидаты в поиске яндекса и гугла он там по существительному играл вот генерить нет скорее большинство людей пытались найти поскольку не было ограничений то большинство людей пытались найти дополнительные ресурсы словари и так далее чтобы разумные гипотезы добавить и потом их использовать в основном такое решение было одно из направлений то есть найти еще то есть помимо ну естественно что дистрибутивные модели использовались такие лучше всего оказались такие глобальные вот фаст текст большой на интернете вот и выиграли ну выиграл значит в существительных выиграл именно то что дополнительные дополнительные ресурсы из викшенари поиска яндекса гугла и так далее то есть гипотеза дополнительная вот коллеги я прошу прощения может быть кто-то еще хочет рассказаться у нас давайте послушаем кого-нибудь еще если никто 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 не появится то действительно то что Володя сказал что надо попытаться будущее обсудить вот более конкретные может быть задачи вот можем ли мы продлить аргументы может ли продлиться задача детексификации именованных сущностей ну вот тональность я услышала да то есть запрос вот давайте действительно сдвинемся вот в такие если ты если ты меня имела ввиду под Володей других нет может и есть я хотел сказать что господи у меня что-то с камерой странное я пропал под дождь про прощение об этом уже странно наверное успел я хотел сказать что я вообще как бы в общем больше индустриальный человек чем я уже привык как бы к условиям проведения треков на диалоге но в общем меня всегда смущает та вещь про которую вот и Саша говорит и остальные что у нас есть некоторая достаточно искусственная ситуация то есть мы хотим некоторым необходимым условием для проведения соревнований является то что его проведение возможно в очень ограниченное время и участие в нем предполагает наличие большого количества открытых технологий ресурсов на которые опереться для того чтобы получить решение чтобы могли студенты принимать участие и так далее на мой взгляд это сильно ограничивают нас в том что мы собственно говоря тестируем что мы хотим получить и вот этот разрыв с индустрией он отчасти связан с тем что реальные данные реальные задачи они отличаются от тех задач которые решаются вот в таких немножко искусственных условиях там мы как бы подгоняем задачу под возможностью решить за вот это время вот такими как бы усилиями поэтому ну мне кажется что в этом смысле такие вот задачи длительные как сентимент или хорошо вот мы начали с детоксикации я не буду высказать своего мнения относительно соревнований по детоксикации потому что у меня есть как бы какие-то серьезные серьезные сомнения по поводу качества исходного датасета что мы именно называем детоксикацией и является ли на самом деле таковой но если все участники согласны что это была детоксикация ради бога у меня нет возражений хотя мне кажется что кто-то мог бы что-то рассказать на самом деле серьезность подходовых задач в сильной степени является иногда жертвой вот этой вот этого мейнстрима проведения соревнований когда нужно сделать что-то быстро и неудивительно что в таких условиях победители всегда как бы используют одни и те же технологии правила и нам бывает скучно слушать то есть вот что с этим можно сделать я не знаю но мне кажется такая проблема есть вот и поэтому конечно очень интересно продолжающиеся соревнования по какой-то теме с усложняющими условиями с уточняющими сценарием вот мы некоторые говорят ну ребята разве это был аргументейший майнинг то что вы провели да Женя извините я как бы такую точку это был не аргументейший майнинг это было некоторое а никто и не спорит никто и не спорит не нужно это так называть да вот аргументы доставали нет ну извини аргументы доставали ну неважно просто таким образом за то чтобы мы возвращались к тем задачам которые уже были и во все более интересных и приближающихся к реальной жизни постановок тогда будет тогда результаты может быть более разнообразными и сентимент конечно мне кажется всеусложняющими условиями мы говорили помнишь Наташ про сентимент как задачу саморизации да когда у нас нет разметки а есть только итоговые как бы итоговые таблицы как бы отношения между фигурантами да при том что но кажется вот такого стремления так и не было проведено если я правильно понимаю оно было бы интересно ну вот извини я просто вот то что помнил Владимир спасибо ну вы можете спроводно высказываться у нас магистра защитилась недавно на тему speech detoxification так что у нас уже есть технология так что мы не только текст мы даже и речь уже можем детоксилицировать в общем мы как бы я могу просто включить так нет ну действительно любой фидбэк полезен насчет вообще того что такое токсичность да ну это большой вопрос большой дебат да то есть мы выбрали как бы простой постановку насчет здоровости от жизни на самом деле этот проект был 100% на базе индустриального проекта СНТС вот то есть это реально им было нужно и они сейчас это где-то пытаются использовать даже взрывают поэтому ну для генерации чат-бота например да то есть мы не хотим чтобы как чат-бот Тинькова нам предлагал взять пальцы и так далее да то есть на самом деле тут даже как бы наоборот получается что слишком индустриальное я боялся что задачи выбить да то есть мы фактически взяли индустриальную задачу и попросили людей ее решить это даже может было не очень честным да то есть но многие люди участвовали вот поэтому я готов дискутировать но у меня два таких аргумента я вас провоцирую просто считается да не ну называть это как бы действительно ну а что такое токсичность это тоже очень большой дебат ну то есть токсичность это понятие то есть оно плохо определено вот совершенно верно вот и поэтому меня с самого начала смущает когда мы проводим соревнования и получаем какие-то результаты имея как бы некоторые понятия которые мы плохо определили в этом есть какая-то академическая неправильность с моей точки зрения именно в контексте диалога где казалось бы термин токсичности хотелось бы определить как-то более точно но может быть это опять поэтому мне кажется нужно вернуться к этой теме может немножко на другую но тут все было просто как бы у нас мы просто использовали осуждение людей о том что же мы как бы избежали определения просто за счет того что мы сказали людям вот тут такой текст а вы его перепишите так чтобы было хорошо чтобы вас не раздражало да да то есть как бы и мы брали тексты где ну как бы была хорошая согласованность какая-то относительно конечного то есть кто-то переписал а потом некоторые люди они как бы сказали а вот этот текст выглядит нормально а этот то есть что такое нормально мы никогда и не определяли в этом как бы и был весь трюк да мы просто мы дали людям что-то там из два чата и так далее ну который там было реально таким скорее всего неприятным да мы просили их переписать а потом других людей независимых просили сказать это хорошо это плохо ну не делай как бы явно что такое хорошо что такое плохо потому что некоторые люди описывают там токсичные либо это либо это либо это и мы как бы понимаем что мы просто не осилим эту задачу мы как бы более того что в курсовской задаче так поставили вопрос ну скажите может ли если там корпоративный чат-бот нанести вред репутации компании вот очень четкая постановка на основании вот вашего жизненного опыта если это вам сгенерировать он несет вред репутации компании которая создала или нет все и дальше мы сходили из такого определения название можно назвать как-то более обтекаемо но тут вопрос может элемент маркетинга еще чего то есть люди пришли дальше кому-то не понравилось какие-то мои знакомые абсолютно такую же точку зрения высказывали не стали участку ну просто мат удалить ну и что мат удалить ну и удалите мат а кто-то к сожалению Саш может быть это связано с тем что просто понимаете когда вы даете такую как сказать инкубаторную постановку задачи для участника участник приходит ему все готово да вот есть датасет и прочее и когда у меня есть опыт независимого разговора с некоторыми простыми участниками соревнования что я называю детоксикацией вот первая и последняя о чем не говорят это мат тогда я говорю ну хорошо а чем это отличается просто от соревнований по элиминированию ценных выражений за медицином они им на труду поводят ответ это первый вопрос на который мы конечно саша проблема в том что можно буквально осознать детесет но проблема в том что соревнования так устроены что люди которые в них участвуют у них очень мало рефлексии по поводу того что именно они делают понимаете и может быть это плохо то есть вот вам вообще не нужно понимать что такое детоксикация хоть сколько нибудь чтобы участвовать в соревнованиях понимаете но я боюсь что это как бы беда вообще да такого машин обучателей против это верно вот мне кажется здесь есть какие-то вот здесь есть какие-то переводы на WMT они ну как бы тоже там оптимизируют тюнят там им далеко то есть ну как бы да они получили блю такой блю сикой выиграли не выиграли а то да им кофе мое глубокое убеждение стоит в том что если вы не понимаете предметной области у вас нет конкурентного преимущества поэтому получается что все решения одинаковые все решения одинаковые потому что все находятся в одинаковых условиях по отношению поставленной задачи то есть как бы индифферентно и далеко и неудивительно что все решения одинаковые потому что а как иначе откуда взяться диверсификация решений если нету разницы в понимании задач вот но это мое мое как бы такое немножко абстрактно удаленная точка зрения но тем не менее я вижу некоторые подтверждения по результатам и потому что пишут поскольку я вижу таких участников и менее рецензентов то я это замечаю, что многие рецензенты пишут, ребят, ну вот как-то вы очень скучно пишете о своем соревновании никаких рефлексов, никаких сайтов нет то есть вот это вот возвращаясь к теме, мне кажется, что это некоторая ограниченность современной современной мейстрима соревнований ты будешь участвовать сразу в 20 соревнованиях ничего особо не зная о предметной области вам уже все принесено что вы можете участвовать поэтому возникает вот эта вот одинаковость это и 10 лет назад уже было в том первом в том первом тестировании говорили а что у вас меня спровоцировали, потому что никто не говорил я начал болтать я немножко наложилось я объясню, что мы хотели это соревнование делать до того, как Яндекс свою дорожку дистрификации сделал и в процессе подготовки ну как бы они сделали дорожку для русского языка и у нас возник такой выбор либо как мы вообще не делаем либо мы делаем что-то немножко отличное либо мы повторяемся и поэтому мы действительно предоставили корпус вот параллельный и сделали акцент на параллельном на параллельном корпусе если бы наверное этого не произошло бы может быть мы вообще бы не предоставляли параллельный корпус и смотрели бы как бы каждый там барахтался бы сам по себе и получал бы там с помощью анцентровайз-моделей полную чушь но мы как бы вот поэтому сделали вот такой вот выбор что да мы делаем корпус а так получается что ну вот на ИСЕЛ у нас тоже статья была сейчас 22-го года как раз погладает корпус параллельный корпус получается что эту задачу можно решить создав хорошую корпус она просто берется и решается вот этой технологии если вот консорсинг собираешь корпус то как бы там уже ну получается сотый результат нету никаких других неоглифов для русского языка других решений по дистанции лучше но действительно мы как бы получается что дали ключ к решению задачи вместе с условием но эта функция действительно вот это вот то фактор что Яндекс параллельно сделал свое соревнование и мы не хотели просто повторяться ну так вот получилось они молодцы как бы тем не менее вот по поводу метрик забавный факт они провалили соревнования и в середине соревнований они заменили все метрики до оценки просто взяли и заменили и у нас люди участвовали ну как бы это же Яндекс серьезно но просто они взяли и все выкинули это вот про то что действительно метрики перед экспекцией сделать Токсичность сложнее, чем решить задачу. Я хотел бы немножко к дискуссии Александра Владимира добавить по поводу токсичности. Токсичность и маты, как они соотносятся. Ведь маты, обценная лексика, это только один из аспектов токсичности. Я помню из самых первых кегловских соревнований, когда выкладывали, там прям выделяли целую систему токсичности. То есть просто токсичный, там очень токсичный, адресное оскорбление, которое может быть без мата совершенно, но оно адресное оскорбление по отношению к какому-то субъекту. Просто обценная лексика, которая может быть безадресная совершенно, но она тоже добавляет токсичность. То есть ряд классов токсичности выделяли, и они погружались в эту тему. В последнем toxic comments это все как бы убрали, там просто токсичные и токсичные. А раньше было лучшее, что называется. И вот можно вот эту вот как бы систематизацию токсичности использовать для другого соревнования, не для классификации, а для детоксификации. То есть вот в эту сторону не смотрели? Вот этот опыт именно природы токсичности разного рода не изучали? Ну да, я знаю, я... То есть можно действительно какое-то тегирование сделать, кто оскорбил кого, как, каким образом, да. То есть это другая задача, на мой взгляд, она крайне интересная. Не очень просто такие данные собрать будет с хорошей согласованностью, но... Да, это кажется, что... Я не уверен пока про продолжение дорожки, про детоксификацию именно в каком-либо виде, кроме кроссязычной истории. То есть мы думаем только в этом направлении, но в остальном я пока действительно не вижу, как это могло бы развиваться. По поводу других дорожек, наверное, вот чего не было на диалоге, может быть, это какой-нибудь Quashen Answering, да? Насколько я помню, был раньше Ramit, там был какой-то Retrieval, а потом... Сбер делал же Quashen Answering, тоже соревнования в свое время на Бирбанке и Джорней. Да, да, ну, то есть, как бы, Бирбанский, да, какой-то, ну, может быть... Например, Quashen Answering с базой знаний никто не делал, да? Ну, то есть, есть вот датасет, рубик, например, да, там, да, русского языка, но никто не делал, да? Есть несколько... Вот это, как бы, тема, например, она остается закрытой из того, что я... То есть, ну, да, то есть, это просто, скорее, экстракты с Quashen Answering, да? То есть, просто взять текст, там, найти в нем ответ. А я говорю, например, про, там, ну, поиск, там, Wikidata, там, да, там, сколько лет Трампа, там, да, там есть, условно, тройка какая-то, да, там, где указан, там, возраст, и в нем просто можно взять в Wikidata, да. Легко, пожалуйста. Да, 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 я как раз хотел, да, Илья, пожалуйста, да. Как раз ты участник дорожки, значит, который не врубается в предметную область, и везде использует трансформеры, вот это все. Значит, насчет того, что не врубаемся в предметную область, мне в рамках этой дорожки пришлось писать черт-чертовые инструкции для долокеров. Наверное, я пока их писал, что-то да понял по поводу того, что там называется токсичным, что не называется токсичным. Я чего хочу сказать. На самом деле трансформеры, вот plain transformers, сектор-сек, которые используются в дорожке, они же ведь используются не потому, что они прям так суперхороши или что-то еще. Если вы посмотрите на количество авторов у каждой статьи, которая попала на дорожку на диалоге, для всех четырех статей это число равно единице. Это означает, что, условно, один человек в течение какого-то времени, там, два-три месяца, уделяет этому свое свободное время и как бы для того, чтобы... У него просто не хватит времени, чтобы построить какую-то новую архитектуру, сделать какие-то нитериальные преобразования с данными. Ну, то есть, условно, сам формат проведения дорожки располагает к тому, чтобы были самые простые и самые доступные модели. Это не чья-то там злая воля или что-то такое, просто такой формат. Это все, что я хотел сказать. Это то, что я говорил. Действительно, вот... Ну, мне кажется, что это можно как-то попытаться преодолеть. И вот стадиальность соревнований, то есть, когда мы переходим от этапа все более-более сложного, просто провоцируя участников немножко разбираться в теме, это как бы... Это неплохо. Ну, не очень понятно просто... Сейчас я поясню. Хорошие решения, а не там... Ладно, скажу еще проще. Денег нет. Ну, то есть, условно, нету прям какой-то жесткой мотивации, кроме научной, заниматься... Нет, Илья, на самом деле, вот для меня это звучит очень смешно, потому что, нет, я понял, новые правила игры я понял и принял. Вы должны надеваться, да? Но я помню еще старые правила игры. Старые правила игры состояли в том, что человека интересовал сентиментом или аргументацией, да? Или его интересовала токсичность, как мы будем так называть текстом. И он достаточно долго этим занимался. Вот эта модель человека, который долго чем-то занимался, она совершенно исчезла. То есть, в силу того, что новые решения достаточно универсальные, оказывается, что сегодня почти нет людей, которые разбираются в теме предметно. Вот, ровно то, что я там всегда говорил, то, что Маннинг там пытался сказать, то, что я всегда цитирую, да, что вот как бы домейн проблемуц – это самое важное, все остальное – это просто как бы доверия. Да, вот это все совершенно ушло. И меня это немножко беспокоит, потому что, ну, как бы вот, ну, просто скучно стало читать статьи просто, потому что организаторы все как бы сделали, а дальше просто вот все участники что-то там, ни у кого лица не особого выражения нет фактически получается. Это не очень хорошо. Ну, вот поэтому я и говорил, что можно подобрать некоторые задачи, для которых для трансформера обучить не сработает. Байдизайн. Это немножко искусственная, просто такая задача, все-таки. Она может быть искусственной, но это как раз имеет некую научную возможную ценность определения пределов текущих методов, и это будет подталкивать как раз к необходимости что-то придумывать методологически, принципиально новое, да, обходить ограничения так или иначе существующих методов. Это может быть совсем нетривиально, это придумать такую задачу, и это может действительно не идти очень хорошо относительно, не знаю, какой-то обоймы просто там индустриальных проектов, которые там тот или иной организатор делает, да. Но тут уже, наверное, вопрос выбора, да. Ну, мне кажется, что тут как бы в трансформерах я ничего плохого, например, не вижу. Ведь в этом же и смысл глубокого обучения, приложить ответственность программиста на данные. Минимум приорной информации, максимум того, что извлекается из обучающей выборки. Но, с другой стороны, интерес представляют какие-то новые методы для обучения трансформеров, новые способы регуляризации и тому подобные штуки. Индактив байс какой-нибудь, который мы вносим в обучение трансформера. Это нормально. С другой стороны, вот у меня маленькое организационное предложение, которое, возможно, остроту проблемы снизит. Можно анонсы соревнований, допустим, летом выкладывать. Дедлайн в феврале, да. А анонсы летом, это один момент, больше времени. Второй момент, более активно пиарить сами соревнования на платформах, где собираются заинтересованные люди. Там тот же Хабр. Я помню, был период, когда Эбби активно писали статьи про диалог на Хабре, а потом перестали. На ОДС, Open Data Science, там тоже пиарить и так далее. И тогда можно найти больше заинтересованных лиц. Многие просто не знали. Могло пройти мимо. И время действительно, когда, допустим, объявляется в ноябре или в декабре, а Дедлайн в феврале, не все успевают что-то подготовить. Когда оно объявляется летом, то нормально. А деньги, вот тоже, я говорю про деньги, но деньги тут, мне кажется, особо ни при чем. Самывал, например, тоже бесплатный, без денег. Но, тем не менее, он аудиторию собирает нормальную. Вот. Ну, тут вопрос в том, что самывалы объявляются летом, а Дедлайн у них, примерно, когда диалог объявляется, диалоговские соревнования объявляются гораздо позже. Вот это тоже можно увеличить и дать больше времени. Просто аудитория самывала еще весь мир, как бы, а у нас больше узкоязычные соревнования. Поэтому это тоже играет. Ну, да, с моей точки зрения вот эта картина, что если мы сейчас будем лучше пиарить соревнования, на них придет больше людей, очень оптимистично, по-моему, всех, кто мог, те уже и пришли, в общем-то. Да, кстати, вот мне кажется, что раньше Александр очень активно, вот Александр Панченко, вы же активно очень распространили информацию в международных, ну, как бы, таких источников всяких, да, и, в общем-то, на какое-то тестирование зарегистрировалось чуть не 20, ну, одно из первых вот этих русов, помните, чуть не 20 иностранцев, но в итоге там дошел какой-то один, по-моему, с самым плохим подходом, то есть все равно это получается какое-то не, не такое, неизвестное тестирование, и народ не приходит, даже если мы об этом пишем, не везде. Александр тогда много вкладывался как раз в международные. В корпоралиста посылали, да, ну, то есть там просто в разные места, могли сделать больше, но в этом году, я бы сказал, Дарина, там и коллеги, они очень активно, ну, по всем каналам, которые сейчас актуальны, про нашу дорожку рассказывали, даже элементы какие-то, пытались про Лиде Бортова, ввести в Телеграме, но... Результат виден, потому что на дорожке, как раз на этой больше всего участников, больше, чем на других дорожках, и действительно результат пиара, на мой взгляд, налицо. И это поддержка фидбэк участников, это очень важно, но нужно понимать, что Тарина очень серьезно на этом ложилась, то есть, она не случайно первая, то есть, это большая работа. Да, и летом, ну да, то есть, чем раньше мы это сделаем, тем лучше, на самом деле, по-моему, это вообще достаточно глобальная проблема, то есть, а что делать-то, собственно, не очень понятно, ну то есть, пиарить сильнее, ну нет, некуда сильнее, как жить вообще? Ну, возможно, привлечение действительно каких-то спонсоров, которые будут готовы мотивировать еще там, не знаю, но кажется, что с Сбербанк, там, с соревнованиями Сбербанка неправильно конкурировать, то есть, у них там призы, там, не знаю, приставки, там, какие-то, ГПУ, там, что там, чемоданы с деньгами, ну то есть, все-таки, в каком случае финансирования можно привлечь, но это все равно будет, скорее всего, меньше. Не очень понятно, зачем с ними конкурировать, почему бы просто их не пригласить, проводить эти штуки в рамках диалога, ну то есть, я имею в виду, нам не нужно конкурировать с компаниями, с дорожками от компании, надо их просто себе забрать и все, как будто бы. Другое дело, что не факт, что они согласятся на такое, но надо договариваться, наверное. что они как бы сами проводят, какие-то дорожки, по-моему, ну то есть, вот мы, ну, наши соревнования проводили совместно с Татьяной Шевриной, она вот, дорожки в Беровской проводила, в целом, ну, что я могу сказать, она, ее сейчас нету, сейчас здесь она не может прокомментировать, но, это какие-то разные, мне кажется, жанры немного, она и в диалоговских участвовала, и в Беровских, ну, ну, и вот, символ, ну, то есть, какие-то разные жанры, у нас вопрос, ну, наши клиенты, да, они зачастую, аспиранты, студенты, там, русскоязычных вузов каких-то, да, они делают зачастую что-то хорошо, делают, там, короткое время, да, за счет этого не могут, там, доступ к чему делать, очень большие эксперименты могут произвести, это реальная аудитория, ну, при этом, они, они участвуют, вот, мне кажется, для этой аудитории интересно было бы каким-то бонусом, не деньги, а, например, возможность конвертации какой-то хорошей публикации, там, которая выиграла в соревновании, в, например, последующую публикацию в журнальной статье в каком-нибудь специальном сборнике некого журнала, да, там, не знаю, хорошего ранга, например, мы договорились бы, там, не знаю, журнала, там, наивающий ресурс с вами в Лейшн, о том, что каждый год выходит спешл-ишу на тему, не знаю, с 10-ю статьями лучшие из, там, русскоязычного, там, мира НМП, и туда бы, мы пообещали бы, там, включить, не знаю, там, по одной, две, три статьи от диалога в Лейшн, мне кажется, что это больше даже стимулировало людей, авторов сделать что-то. с журналом на Ларье спешл-иш, ну, не знаю, там, наверное, можно было бы как-то договорить, сейчас, ну, чуть сложнее, наверное, в силу политической конъюнтуры, вот, но что-то такое, мне кажется, имел бы ценность. Коллеги, я хочу сказать, что все-таки действительно, я согласен, что такие вот шоу, соревнования-шоу, которые проводятся крупными компаниями, они, конечно, отличаются от академических соревнований, нам скорее нужно смотреть на символ, на сберовские соревнования с чемоданом введения, как сказал я, вот, и, тем не менее, если вернуться к делу к эволюэйшн, то мы ведь не возражаем против того, чтобы какую-то искать поддержку организаторам соревнований на создание дизоцетов и прочее, но факт, что никто за этой поддержкой не обращается до сих пор, то есть мы ведь это спрашиваем с самого начала для органов соревнований, нужна ли у организаторов нужна ли какая-то помощь, и спутант-то ответ не нужна, потому что они к тому времени уже более-менее понимают, что они хотели сделать, но никто не возражает, чтобы соревнования стартовали в середине лета, или хотя бы в августе, или хотя бы в начале сентября, но это зависит от всех нас, то есть готовы ли мы так построить процесс, чтобы он начался достаточно рано. в результате все так получается, что все задумывается где-то в середине лета, а осуществляется в середине осени, то есть мы сами могли бы пытаться избежать вот этого дефицита времени, но получится ли нет, я не знаю, это зависит от всех нас и каждого в отдельности, от групп, которые уходит тестирование, так что если нужна какая-то помощь как бы от диалога, включая и институциональную помощь, потому что все-таки мы как бы можем договориться, ну по крайней мере не будем говорить то, что нынешние условия они как бы все очень сильно изменили, но скажем так, в условиях, которые мы прежде считали не вполне может быть нормальными, а которые, как тебе кажется, гипернормальными, тогда все-таки не так сложно было договориться, и у меня, скажем, были предложения и от Майру, и от Яндекса, и от Сбербанка о том, чтобы помочь в проведении каких-то соревнований, поучаствовать, поспорсировать друг друга, чтобы было бы интересное, были бы интересные задумки, под которые можно начать просить так что, друзья, это все от нас, мне кажется. А можно небольшое? Я прошу простить, буквально пару слов скажу. К слову Kernel Based организация соревнований можно, допустим, за помощью в техническом, в организационном плане тоже сообщество Data Science обратиться, у Натекина богатый опыт уже организации Kernel Based соревнований на собственной платформе, в ОДС есть собственная платформа, и это опять тоже проблема организационных технических может снять. То есть кооперация это хорошо, действительно. Коллеги, вы высказываетесь, потому что мы как бы все фиксируем, как бы вот у нас есть теперь координатор Deo Covalation Маша, которая здесь подсоединена, ее задача пытаться аккумулировать все, что мы говорим, и пытаться найти какие-то решения. Так что это все не напрасно, генерировать идеи это очень полезно. Сергей хотел что-то сказать, да? Да, 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 я такой ложкой дег хотел сказать, что вот было уже сказано про соревнования, которые по-моему в ноябре прошлого года делали Яндекс как раз про машинный перевод с нахождением неопределенности. Там была прикольная сложная задача, да, то есть машинный перевод, неопределенность, был денежный приз, прекрасный был денежный приз, я бы вам сказал, и Яндекс, он повсюду это рекламировал, все дела, и количество людей, которые участвовали в этом треке, было ровно два человека, и ни один из них, ну, я один из них, ни один из них не смог побить бейзлайн, то есть, понимаете, как бы очень интересно так делать, но на самом деле мне кажется, что именно основная задача таких вот как бы треков, это именно чтобы они были ну, интересны, то есть, а чтобы они были интересны, они должны быть все-таки, ну, но такие, как бы упрощенными, то есть, можно, конечно, очень сложный трек придумать, искать, вот мы придумали сложный трек, но вместе с тем нужно для так, чтобы как бы у каждого, у каждого из нас была возможность быстро запустить трансформеры, прогнать через них, посмотреть, интересно, я смогу сделать лучше. И вот. Можно я вас пью на секундочку? Вы сейчас говорите некоторые вещи, простите, крамольные. Вот показали полушку дегтя. Я ложку дегтя в то, что вы говорите, добавлю. Вот если вы посмотрите на этическую сторону вот этих вот шеритас, то этическая сторона в том, что не надо считать это соревнованиями, понимаете? Здесь дело не в том, кто победил. Вот и рамит на этом строится, идиокабулейшн. Здесь главное – получение интересных для науки и для индустрии результатов. А никто выиграл. Мы как-то эту идею всегда пытались внедрить, но она плохо. Кроме того, мы всегда запрещали рекламную... У нас были серьезные терки с людьми, которые, занят там какое-нибудь энное место соревнований, публиковали в СМИ корпоративную статью про то, что мы, так сказать, все попили по какой-то одной из дорожек, которые были, понимаете? Все-таки академические соревнования, они для того, чтобы получать результат интересный для науки. А иначе это становится просто чистым спортом, и поэтому я как-то вот немножко с опаской отношусь к идее упрощенных соревнований, потому что не очень понятно, что делать с их результатами. Лауры победителям раздать – это, конечно, можно, а вот остальное не очень понятно. Ну вот, простите, это такая моя как бы реакция. Ну, у нас это научное соревнование… Прошу прощения, Иван, можно сейчас… Да-да, конечно. Вопрос, Сергей. Вот, Сергей, а ты можешь уточнить, а в чем была сложность Яндексовского вот этого соревнования? Там именно какая-то нестандартная информация, обмита что ли была, или там нестандартная постановка, либо просто люди не поняли, что делать? Надо было, ну, как я понял, надо было взять и самому еще раз взять VMT-19 N.R.U. Вот, как бы это, ну, совсем неординарно, если так подумать. Еще раз можешь повторить? Ну, сделать машинный перевод VMT-19 N.R.U. Вот там сколько у него? 28 гигабайт данных нужно прогнать. Ну, вот, как бы… Ну, задача безумно интересная. Сложная задача. В вычислительном плане задача была сложная. Не каждый по ресурсам бы потянул, по железячным. Но сама задача безумно интересная. Ну, вот у нее вот был такой, да, как бы именно сложный минус, и запрещали сами организаторы использовать какие-то… ну, модели извне. То есть, вот у вас есть только VMT, вот, которые мы вам дали, и тестовые данные, которые мы вам дали. Все. Кроме этого, любой шаг влево, шаг влево нельзя использовать. Вот. Ну, это, кстати, хорошо. Это как раз интересно, на самом деле, в такой постановке. Потому что кегловские соревнования, допустим, с возможностью использования внешней данной, вырождаются просто стекинг 100-500 роберт каких-нибудь, в общем, вот. И опять-таки, научная составляющая пропадает. То, что Яндекс тогда организовал, это прям хорошо было, но действительно, по вычистительным причинам, дорожка именно по машинным переводам была неподъемна. Ну, и в целом, когда мы говорим о научных соревнованиях, тут все-таки нужно не забывать, что когда научное соревнование, там два, две составляющие. Научное и соревнование. Соответственно, с одной стороны, мы не должны исключать соревновательный компонент. Это важный аспект научного соревнования. Иначе, чем это отличается просто от какого-то исследования, какого-то датасетта и публикации. С другой стороны, научность тоже должна быть сохранена, чтобы постановка соревнования, способы оценки должны как можно сильнее исключать какие-то варианты хакания, критерия качества, хакания лидерборда, какого-нибудь примитивного ансамблирования, которое и так понятно, что работает. То есть нужно соблюсти баланс, безусловно. Вот упомянутая Сергеем яндексовского соревнования, пул яндексовского соревнования, он баланс соблюдал, на мой взгляд, достаточно хорошо. Аталий, пожалуйста, кто-то еще хочет высказаться? Да, если можно, я выскажусь. Да, конечно, Иван. Мне кажется, что мне в... Да, как-то самоуспокоение быть не должно, но мне кажется, что неправда, что у нас такая уж большая проблема с участниками по сравнению с какими-то дорожками Сема Вала. Я, если честно, не за всеми дорожками в этом году следил, но вот, например, у нас на АТД было порядка 30 участников, ну, может быть, от раза в полтора или два меньше, чем на какой-нибудь нормальной дорожке Сема Вала. Понятно, что специфика русского языка вряд ли позволяет быть сильно большим количеством участников. То есть мне кажется, что если есть какие-то проблемы для количества участников, скорее, не главная проблема. Да, конечно, всегда было бы здорово, если бы участников было больше или они могли уделить больше времени, но мне кажется, что есть такая уж огромная проблема у нас в сети. Насчет однообразности моделей, опять же, ну, если задача допускает решение с помощью файн-тюнинга условной Роберты, мне кажется, неплохо не то, что участники тюнят Роберту, и на самом деле это не говорит плохо о самой задаче. В целом, то, что там какая-нибудь нетривиальная задача может решиться вполне простым методом, это тоже довольно интересный научный результат. Окей, пусть не со стороны участников, со стороны организаторов уж точно. Вот, собственно, две мысли, которые я хотел высказать. Нет, ну, просто вопрос там имеет ли смысл дорожку? Не имеет ли смысл организаторам самим просто это выяснить и, собственно, не знаю, публиковать на эту тему статью, но имеет ли смысл проводить дорожку, если мы заранее знаем, что можно запонтюнить Роберту и все? Нет, ну, как в смысле? Обычно, ну, опять же, мне кажется, более-менее везде авторы выкладывают бейс-лайн, где там есть один из бейс-лайнов, как раз там условно запонтюненный Роберту. Но поскольку организаторы занимаются чем-то другим, нельзя же заранее понять, что никакие другие методы там не позволяют поднять, условно говоря, там, эфмеру или там какую-нибудь другую метрику на 10%. Собственно, как раз соревнования ради этого и проводятся, чтобы, ну, это один из важных, одной из важных причин проведения соревнований, чтобы выяснить, какие методы работают или какие-то не работают. Ну, и, соответственно, если выясняется, что таки, да, Роберта не проигрывает другим решениям, то это не девалидирует дорожку. Это много всего нам говорит о задаче про ДТС, как мне кажется. Ну, нет, я отчасти согласен, просто, возможно, при всех прочих равных лучше выбрать ту задачу, на которой, там, условно, закончение на Роберту будет работать плохо, там, как-то еле-еле, чем, который будет выдавать плюс-минус нормальный результат. Вот про что я говорю. Да? Два выбора, там, взять задачу А, задачу Б, да, то есть, ну, вот, и мы, как организаторы, сделали два излайна, где, там, какие-нибудь трансформеры с манчуниной, там, так или иначе, там, работают хорошо или работают плохо. Лучше выбрать, наверное, где работает плохо, потому что больше пространства будет для какого-то творчества. Да, вот, хотела Людмила еще, да, что-то сказать. Пожалуйста, Людмила. Это не совсем по теме, можно ли спросить. Вот, мне было бы интересно пользоваться, если можно было, например, вот пришел на собеседование, например, вообще не знаешь ДС, но тебе задали вопрос, ты его получил в текстовом виде, и тебе нечто выдало ответ на этот вопрос, только по теме ДС. Может ли какая-то часть этой задачи, и вообще, насколько она трудоемка, сколько, например, там, человека месяцев она оценивается? Кто-то может сказать вопросно-ответная система? Ну, нечто, чтобы после этого на собеседование взяли после таких ответов. Ну, вопросно-ответная система с объяснением получается, да, возможно еще такая о тематике узкой. Меня об этом беспокоит этический вопрос больше всего. Как бы, не то, чтобы это звучит как хорошая цель для системы. Нет, ну вот, Александр предлагал, да, там, что-то в области вопросно-ответных систем, да, ну, то есть, вот, наверное, что-то такое. Ну, да, но я говорил про больше knowledge-based с квешеннадцатым, то, что называется, да, то есть, например, ответ по базе знаний, например, что-то факт. Есть в Википедии информация о том, что, я не знаю, там, Москва это столица. Ну, если по Data Science у нас есть какая-то там база, да, то это примерно получается. Возможно, там, да, иметь в виду какие-то вопросы скорее для собеседования, задачи какие-то решения. Ну, я согласен с эстетической составляющей тоже, но, как бы, в целом, да. Не, ну, как это применять-то на собеседовании как-то применять. Решите быстренько сортировкой, сортировкой что-нибудь в таком духе. Люди, понимаете, в чем дело? Вот, не очень понятно, что для вас важно. Для вас важно, как бы, вот, научная сторона или практическая, да? Значит, вот, потому что такая частная постановка задачи, а именно собеседование и прочее, оно не очень существенно с точки зрения, как мне кажется, собственно говоря, научной. Поэтому, ну, вот, наверное, можно было переформулировать вашу задачу как-то так, чтобы в ней вот эта вот слишком прагматическая сторона связанного собеседования бы исчезала. Но чем это отличается просто от задачи, скажем, ответ на, просто ответ на систему на тему, не знаю, это сайт. Потому что иначе вы должны включить все там такие аспекты, которые очень специфические. может, вы это имели в виду, это тоже интересно, да? Вот, если вы посмотрите на то, что там в конце концов, когда вы проводите собеседование, важно, как вы одеты, понимаете, вот, как вы говорите, что вы отвечаете на вопросы, которые не связаны даже с сайт. И так далее. То есть, эксперт на собеседовании, это не всегда в точности правильный ответ на вопросы, связанные с предметной областью. А если вас интересуют именно проблемы предметной области, то при чем здесь собеседование? Вот как-то не очень понятно, честно. Ну, я так понимаю, это своего рода тест Тьюринга, только в области Data Science как-то я так это воспринял. Тест Тьюринга, наверное, знаете, мне очень много вспоминается неприличных анекдотов сразу по поводу того, что у нас собеседование не важно. Я не буду их цитировать, поэтому насчет теста Тьюринга я не согласен, что это самое подходящее приложение. Но ответ такой, что провести такое соревнование наверное было бы можно, но тогда нам потребовались бы наверное очень интересные датасеты. У Темы Котова такие наверное есть, хотя может быть не площадь собеседования. Это еще мультимодальная задача к тому же. Но вот такого датасета я боюсь для того, чтобы обучиться вот этому многоаспектной проблеме собеседования у нас нет. Если бы были, ну можно с учетом этической составляющей. А какой нужен размер? Это зависит от того, что является, а вы как-то индустрией представляете в этом разговоре? Нет, мне просто кажется, что сейчас, когда все собеседования проходят по Zoom например или онлайн, как-то не очень сложно. Можно как бы сделать какое-то разумного человек есть проблема с ответом на вопросы, то он по Zoom может тут же сидеть и гуглить. И человек очень быстро дает ответ на вопросы. Скажите, у вас какая-то задача немножко забавная я сказал. Стартап это идея стартапа будет хорошей ситуации. С этой точки зрения проще напротив посадить человека, который будет гуглить ответ и показывать их на листочке. Возможно, это будет долго, но другое дело, что в системе потребуется в Google лазить. И это тоже будет не то, что мгновенно. Я себе представил комплексное старинование, в котором возможно любые методы. подключая те, которые для меня. Это можно в любом случае сравнить. Но мне кажется, это немножко не тема диалога. Чисто формально в Google можно не лазить, можно сделать дамп, допустим, какого-нибудь стек-оверфлоу и прочих вещей, как Common Travel, только специфический дата-сайенс ориентированный или программист компьютер-сайенс ориентированный. Можно не лазить. Короче, задача решаемая. Дорожку проводить по мне так странно. То есть нужен индустриальный партнер вроде Яндекса, который много собеседований делает. Можно сразу второе соревнование придумывать. Детекция сгенерирована ответ на собеседование или настоящий? А приз это короче оффер в компании. Коллеги, может быть, поскольку мы уже перешли в раздел сатиры и юмора, я просто хотел сказать, что мы хотели еще получить как организаторы некоторый результат связанный с футуристическим. Я могу сказать, что мы обсуждали разные темы соревнований еще в прошлом году. И вот, например, в этом году был сделан интересный датасет, как вы возможно слышали, по референциальной разметке. И на следующий год, конечно, мы пытаемся провести такое соревнование. Параллельно здесь датасет связанный с семантической разметкой. И, может быть, тоже это будет. Есть идеи, например, у нас студенты РГГУ сделали датасет, в котором есть так называемые авторские переходы. То есть датасет, который позволяет проводить обучение системы, которая пытается отличать авторский текст от цитирования. Я могу сказать, что изначально пока еще очень плохие результаты, поэтому провести на диалоге такое соревнование было бы ужасно интересно, датасет уже довольно большой. Есть три идеи, которые я могу процедировать, могу упомянуть по поводу следующего года. Есть ли у кого-то какие-то задумки, так, чтобы просто Маша сейчас зафиксировала и потом перебила, чтобы идея не умерла? Я пока не знаю, но я только озвучивал knowledge based question answering, единственная задача, которая... Саша, это очень общая постановка, может, в ней какую-то можно попытаться найти более узкую? Ну, пока, честно говоря, точно не... Ну, Людмила предложила собеседование, но мне кажется, что... Возможно, для какой-то предметной области, для чего-то, но в целом... Ну, это пока очень, да, это пока очень аморфно, хотя, конечно, я согласен, что то, что... Нет, но есть конкретно, например, Децепт, который там Паша Брославский готовил, там, Рубик, да, для русского языка, и там вполне конкретно есть дамп, Wikidata, есть все запросы пролинкованные, там, да, Sparkle, там, запрос, может, который... Отлично, мы с Пашей свяжемся тогда, по поводу. Нет, ну, я, я, честно говоря, не знаю, насколько он там хочет, не хочет, но я просто к тому, что это достаточно четко формализованная задача, то есть, другое дело, что, ну, Децепт полностью публичен, да, и его создание, оно дополнительно очень трудоемкое, поэтому я не уверен, что там на этом, в этом году там, да, силы там и так далее, но в целом кажется, что никто этого не делает, задача достаточно сложная, да, то есть, нужно не только языковую модель, да, там, нужно какую-то модель вот этого вот графа знаний создать, как викторизовать, как ее загнать там, совместить с языковой моделью, ну, это, скажем так, может быть, открывать вот этот ящик он должен творчества, вот так что. Понятно, понятно. вот я, если честно, если о чем-то думаю, то скорее об этом про детоксикацию вряд ли, да, действительно, нет смысла в прошлом году, ну, как-то вот мы достигли какого-то нового стола, не знаю, дальше, только кроссоязычное, но, наверное, это диалог как бы про русский язык, скорее. Ну, кроссоязычный можно пытаться на международных каких-то проектах. да, мы думали, но как-то пока вот тоже не знаем. Ну, в общем, пока вот с нашей стороны только такие моменты. Аргумент майнинг, конечно, его можно всячески развивать, то есть там текущая формулировка, она классно, что получилось сделать, но она есть разные другие, более сложные формулировки, но тут вопрос просто силы, ресурсов, насколько будет именно это возможность складываться. Но вот мы с коллегами Аргумент Retrieval тоже делали, я был ввлечен несколько лет в дорожку к накле, ну, соответственно, кросс-модел, ревлейшн форум, и вот третий год подряд там вот душе дорожку мы проводили, соответственно, там гораздо более тривиальная задача с точки зрения ресурсов, то есть там есть весь command crawl или какой-нибудь большой корпус, и нужно для какого-то вопроса найти документ соответствующий, отвечающий на вопрос, поддерживающий аргумент, то есть это одна из формулировок sequence tagging и так далее. Где sequence tagging датасет сделать для русского языка, это большая работа. Поэтому тут очевидно можно очень много куда развивать аргумент, но для этого желание средства создавать датасет. Пока я могу сказать, что у меня есть какие-то ресурсы делать. Чисто теоретически можно подумать над question answering и retrieval в области допустим научных текстов, например, математических. Это и в научном плане постановка может быть интересная, а и в практическом плане огромное количество статей публикуется каждый день. И, соответственно, мета-анализ, автоматизировать мета-анализ, это тоже может быть в практическом смысле полезно. с одной стороны, практически интересная постановка и без всяких этических проблем, с другой стороны, в научном плане специфическом домене question answering и retrieval, и система аргументации, это может быть интересно. Да, то есть какая-то предметная область возможна. Нас интересует, да, вот Александр сказал про аргумент retrieval, это да, тоже интересно. Нас бы еще интересовало аргумент generation, но это сложно для оценки. есть как бы такая интересная задача, генерация аргументов, но как оценивать, понятно как, но это сложно. И Владимир Павлович упоминал про sentiment, да, вот нас бы, конечно, очень интересовал объектно-ориентированный анализ, то есть entity-based. У нас был оцентируевал 2015 года по сущностям, по объектам, не по спектам, объектам, но там датасет как бы был такой не очень насыщенный разными сущностями, поэтому он нас как бы сейчас явно не устраивает. Вот, это было бы, да, в плане sentiment. Ну, в принципе, действительно можно продолжить, то есть у нас сейчас размечается коллекция, если честно, очень, мне кажется, интересная тем, что там в новостном тексте, новости, они как-то в основном нейтральны, но то, что не касается, конечно, современной политики и так далее, но в целом, да, то есть такие, классическая новость, она обычно нейтральна, тем не менее, внутри новости очень часто есть, высказываются различные мнения, цитаты, да, по поводу, и реально сейчас уже есть некоторые, задачи заключаются в том, что большинство сущностей нейтральные, вот, насколько вот эта постановка интересна, а некоторые вдруг становятся позитивными, негативными, то есть там совершенно такой впечатляющий нейтральный класс, раз, во-вторых, там некоторые тональности, они тянутся из соседних предложений, да, то есть можно ставить тональность в одном предложении, но с другой стороны, вот тональность вполне себе легко, вот в новостном тексте вот вылетает там из четвертого предложения, там снизу, или, и это было оценено плохо, там тем-то и тем-то, и потому-то, и потому-то, и так далее, то есть в принципе, если вот есть интерес к такому, вот, это entity-oriented, то есть это таргетированная тональность, можно поставить к персонам, странам, и организациям, например, и вот там такие тяжелые на самом деле условия, да, то есть по превалирую, то есть там 60% будет нейтральности, и из оставшегося, да, значимая часть идет из других предложений, вот потенциально, в принципе, вот такое тестирование можно поставить в следующем году, то есть, ну вот. Ну это очень сложная задача, там метрики получаются очень низкие. Вы хотели сложную. с другой стороны, вот, ну низкие, да, ну вот будет 30, ну нет, ну сколько там получается, сейчас вот студенты начали делать, но, да, по позитивному, негативному классу, там в среднем получается около 30%. Мы 55 получили по трем классу. Вот, ну, да, но, так сказать, ну а что, вот на самом деле реальная, мне кажется, это очень практическая задача, идет поток текстов, и где-то внутри утоплены на самом деле оценки, вот, и их надо извлекать, правильно? Вот что здесь, это, и мне кажется, это очень как раз такой вот то, что полезно для извлечения. Наташа, возвращаясь там к нашему старому разговору про символизацию и к теме аргументейшей майнинг, конечно, вот не знаю, я как-то участвовал в небольшом мини-обсуждении по поводу трека аргументейшей майнинга, какие задачи на самом деле можно было бы решать, конечно, на самом деле... Что это вы без организаторов-то обсуждаете? А, потому что я с децентами имел дело, организатором уже закончилось, уже я, к сожалению, когда все закончилось, уже как-то с децентами. Просто говорил о том, что какие есть реальные задачи. Реальные задачи связаны с тем, что у нас есть потоп текстов, вот тот же самый ковид-ориент тема, у нас есть потоп текстов, и мы хотели бы анализировать потоп текстов, получить некоторую статистику мнений. текстов, у нас нет готовой разметки текстов, у нас есть просто резюмирующий выклад по этим текстам, то есть какие тезисы там за или против фикруируют. И мы хотели бы, анализируя поток документов, получить некоторую таблицу, грубо говоря, какие аргументы за и какие против, и как они статически распределены на этом анализе данных. И это было бы интересно. Конечно, подготовить это сет такое может быть непросто, но на самом деле вот это очень похоже на практическую задачу. То есть это получается найти аргументы и сгруппировать, то есть найти собственно... Найти аргументы, сгруппировать и оценить, какие превалируют в коллекции документов. Я тебе немножко Сережа Шарот занимался в Англии, его... Евгений, я вчера вам не это предлагала, то есть сгруппировать... Да-да-да, это, но... Вот, сгруппировать. Оценивать это как еще? Как мы это будем оценивать еще вопрос? Потому что там же очень четкие границы получатся между кластерами, да, понятно? Ну вот это как раз чистая задача анализа данных. То, что мы аналитику могли бы помочь, если бы такие результаты получали. анализ атомарных высказываний в текстах за или против, это, конечно, важно, но нам важны все-таки какие-то результаты. Чего-то же надо начинать, да, то есть вот... просто я говорю, что вот как бы фиксирую, что было такое неформальное обсуждение, что бы здесь было интересно, то, конечно, это... Ну вот, мне кажется, что раз с разных сторон идет вот, мне кажется, вот это группирование аргументов, то, видимо, да, и плюс мы поняли, что уже у нас сделан на самом деле шаг, потому что у нас разметчики, когда читали конкретное высказывание, они группировали, они кратко его пересказывали, вот, то есть про что это, то есть маски защищают или маски, поэтому, в принципе, у нас есть уже тройная разметка, как... Вот это трое разметчиков, значит, как они формулировали, и, в принципе, это можно утрясти, кластеризовать, и будет именно типовые аргументы в разных видах, в принципе, вот это вот. можно сделать, и можно даже для других наборов данных это сделать. Ну, аборт, я не знаю, брак, вот, вот что-то можно в эту сторону, вот это группирование можно продолжить, да. Так, ну, наверное, закругляться, да, нужно. То есть, там тональность и аргументация надо думать, то есть, аргументация, мне кажется, что все-таки есть вот такой интерес, к группированию, я думаю, что есть еще, можно подогнать, ну, относительно простые наборы данных, то есть, вот такие короткие кусочки, но теперь уже с группированием, например, короткие высказывания, потому что полный текст, все понимаем, достаточно тяжело анализировать. И тональность, вот я сказала, что потенциально можно, ну, не аргументация, а тональность, а потенциально вот в новостных текстах, вот в отношении к потенциально тоже можно. Вот. Коллеги, какие еще будут предложения, да? Я бы еще предложил продолжение Нера, но с учетом проблемы сдвига данных, о которой я говорил. Это достаточно интересно, и как раз в духе того, что мы делаем долгоиграющее соревнование, которое каждый год там улучшается, специализируется и так далее. А проблема сдвига данных, на мой взгляд, она достаточно актуальна и интересна в научном смысле. Ну, я вам предложила на медицину сдвигаемся, это тоже будет готово, но вот это очень такой слишком сильный сдвиг. Ну, да, я здесь под сдвигом данных понимаю немножко вот тоже другое, то, что я говорил. Это какие-то темпоральные изменения, это изменения жанра, авторские изменения, изменения стиля, допустим, в соцсетях, например, больше опечаток, чем в новостных текстах. Состав классов, в сущности, тот же самый, но вот источники другие. Хотя, хотя вот я вот сейчас подумала, что в принципе потенциально модель работает, ну, вот лучшие модели работают неплохо, и если, например, ой, твиттер уже у нас недоступен, но у нас выкачан твиттер, да, какой-нибудь, если разметить и подправить, то, может быть, это же тестовое множество, не должно быть много, вот, то можно, например, те же 29 типов сущности вложенных разметить на твиттере, да, и, так сказать, посмотреть, насколько, ну, ВКонтакте можно, там же хороший API, достаточно простой, можно его распарсить тоже. Да. Да, еще предложение. Я думаю, что он заканчивает. Да, большое спасибо. Да, ну, я думаю, что у нас туда вот такая полотворная получилась дискуссия, я вот себе даже записал там, да, моменты интересные, вот, и, да, ну, я думаю, что, я для себя лично сделал вывод, что соревнования нужны, нужно их продолжать, да, у них есть смысл, вот, и, да, всем спасибо за дискуссию, за интересное обсуждение. До свидания. Спасибо, коллеги. До свидания. Спасибо.